А в этом выпуске мы прокололи Теоне уши, сходили в планетарий, весело провели время в научно-игровом центре. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться и приятного просмотра! Мы с Дашей решили, что было бы здорово в раннем детском возрасте проколоть Тею ушки, поставить туда сережки. Пускай уже будет девочка на все 100-500 процентов. Нашли здесь девушку-мастера, которая по какой-то там своей технологии это делает, то есть она не прокалывает ухо иголкой и вставляет сережку, а сразу пробивает какой-то сережкой. То есть меньше контакта, меньше возможности что-то заразить, более гигиеничная история. Так что вот, сейчас будем украшать нашу малышку. Я вам сейчас покажу из того, что выбирать. Это цветочки розовенькие, плохо видны из-за розовых колпачков сверху. Это желтые такие пупулечки-шарики, завальцованные. Внутри розовое камушек розовый. Да, ты меня ждешь. Я иду почти. Что, ты меня не видишь? Куда ты прячешься? Здравствуйте. А я сейчас вот так вот сделаю. И никуда ты не спрячешься. Это самый долгий процесс. Даже, между прочим, у грудничков это иногда проще. Но самое сложное, это годовасиков. Такие интересные. Кто тут молодец? Кто? Кто молодец? Я. Вот, да? Сережка в капсуле. Никто ничего не трогает. Снимаем, и никто ничего трогать не будет. Угу. Представите. Спинку кроешь прямо на меня. Спинку. Так. Ваша задача. Одной ручкой взять тебя, папа, как. Помогу на фортепиано. Раз. Раз. И чуть-чуть придерживаем голову. Так. Важно, чтобы она мне плечом не загораживала. Я понял. Хорошо. С какой начнем? С правой. Так. Ты же мой молодец. Кто мой молодец? Кто? Эйчка. Потерпи чуть-чуть, малыши. Сейчас все будет. Кто молодец? Кто молодец? Смотри, как классно тетя делает, а? Из-за этого ее и позвали. Приподнимайте ее. Мне нравится лежать. Ага. Ручки. Ты мой хороший. Кто такой мой молодец? Тетя. 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 Кто мой молодец? Сразу. Как классно. Все. Все, мой брат. Все. 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 Пойдем. Тетя. Подожди. Ой, это как красиво девочка. Тебе не понравилось? Моя куколка. Держи, ты герой Ты герой Все Ты умничка какая И в завершении Нам подарили Открыточку именную Поздравляем тебя, Теона 12 марта 24 года Аргентина, твои первые сережки Не переставай сиять и верить в чудеса И здесь небольшая инструкция Если вдруг мы забудем, что Делать и как ухаживать За нашей девочкой И за сережками Вот такая открыточка Очень милая Ну что, красуйтесь, чего получилось Уааа Это что за звезда у меня такая Какие сережки красивые Очень красиво Ну все, ребенок поспал Успокоился На самом деле От прививки Она плакала иногда даже больше Смотрите, какая красота Вот так вот Это выглядит Работа стоила 35 долларов Сережки были разные Ну вот ту, что мы выбрали Те две Стояли 55 Итого все вместе 90 долларов И она вот уже как взрослая Большая красивая девочка Вот Звезда Ребята, у нас приехала Люба После долгого путешествия По Бразилии В стране, где много диких абзиан Вот Вернулась Загорелая Счастливая Вроде бы И даже не с пустыми руками Я привезла Это ликер Настоящий для Капериньи А что это? Это В общем Это из тростникового сахара Какой-то там ликер Я только вижу Это полтора раза чача Вот там написано Вот, смотри Вот Чача Чача И там еще ча В общем, это ликер из тростникового сахара Из коричневого специального Который используется для Капериньи Я изучила рецепт Уже ничего не помню Но чтобы я изучила рецепт Но было вкусно, да? Да-да-да Было вкусно Правда Я изучила рецепт И думаю Мне в магазине говорят Возьмите просто водочки Я говорю Да какая водочка Давайте мне настоящую Каперинью Вот Ну там Даша уже приватный подарок Ладно Ну а ты? Нет, это вот это Это Даша заказала Ой, вообще Там какие-то княжульки Княжульки У меня тут, да Ну, Даша, что это тяжелый Все нормально Ну я потом уберу Если там что-то приватный Нет, ну там приватный Знаешь, я решила, что Как этот Скромненько Знаешь Так как думаю Ну не магнитно же Я думаю Ты не пьешь Я решила тебе Знаешь, как это Так как ты заказала себе много венха Пусть тебе будет Немного низ Знаешь Чтобы ты была Знаешь Это Спасибо Богиня Я довольная Вот Как она сверху мать Снизу женщина Прикольно Все остальное Это бы Даша заказала уже Вот такие вот делишки Прикольно Мне стало любопытно Что это за коктейль Такой каперинья Ну, в общем, вот Люба Если ты Вдруг пробовала Не зная что То я тебе расскажу Что ты пробовала Что каперинья Это свежающий Ароматный напиток С использованием Анисового ликера Вот рецепт 45 мл Анисового ликера Например, самбука То есть это Анисовый ликер, да? Нет Это неправильный рецепт Это не оригинальный 30 мл водки 15 мл лимонного сока 10 мл сахарного сиропа Лёд, лимонная цедра Для украшения Вот У тебя неправильный рецепт Там, где вот как раз Лишь, они мешают водку С чем они там С анисовым ликером Да Типа самбука Да А это должно быть Вот по факту Вот эта вот история Вот она должна быть Вот То есть ты кладёшь Вместо водки И вот этого анисового ликера Вот только вот эту штуку Потому что вот здесь вот Видишь, 40% алкоголя То есть это очень алкогольная штука То есть в оригинальной Ой, боюсь, боюсь Да, в оригинальной вот она идёт Не идёт никакая водка Никакой анисовый ликёр Это Всё, понял Это просто как это Симуляция Симуляция, да Ну, нормальные Бразильцы пьют Вот Может быть, это Напиток Не только бразильский Просто ты пробовала его Бразильскую версию Вообще, мне кажется, что это в Бразилии только Потому что я нигде его ни разу не встречала Именно А там это просто вот везде То есть просто все его пьют Ну, не все, конечно Ну, звучит как бразильское Капериньо Это как Рональдиньо Да, ещё есть папироска Но папироска, по-моему, как раз с водкой Это только с папироской С папироской, да Спасибо большое Пожалуйста, да Класс вообще Ну, знаешь, тебе, конечно, было взоро попробовать Ну, я тебе расскажу потом как Будем хранить Хранить до окончания Притом хранить будем тайну Тайну, да Что это? Внутри Ребят, мы сегодня решили пойти в планетарий Мы всё время открываем для себя какие-то новые места в Байросе И наш выбор пал сегодня именно на эту достопримечательность Но компанию нам составит семейство Ифановых Валя, Вася, Ваня и Федя Маленький Федя Я не знаю почему, но здесь какая-то большая очередь на входе Вроде бы закончились каникулы Может быть просто потому, что выходной день Ну, народу много Надеюсь, мы сможем Может быть купить билеты онлайн Чтобы не стоять Или это на вход Надо разбираться Смотрите, кого мы встретили в тенячке Мы зашли внутрь Чуть позже всей группы А здесь так красиво, просторно, свободно И какая-то космическая обстановка Что, давайте заходить Ну что, внутри поснимать у меня не получилось Потому что там очень темно Круглое помещение И вот на купол 360 транслируются разные изображения, проекции Очень красиво, очень красивая графика Звук хороший Рассказывают там все, естественно, на испанском Поэтому, конечно, желательно знать Но так как мы потихонечку учим испанский Мы понемножку понимаем Ну и, в принципе, как устроена солнечная система Мы знаем Сам центр, сам планетарий Тоже понравился Хорошо сделанная конструкция Внутри все очень атмосферно, красиво Шоу стоило для нерезидентов 3000 Для резидентов 1200 песо На данный момент это 1 доллар 20 центов Или 120 рублей примерно За одного человека Очень приятный, хороший прайс Билеты можно купить онлайн Замечательное времяпрепровождение Шоу длилось, ну, примерно 45 минут Вот, в целом, место отличное Рекомендацион Ну, а продолжить наш научно-познавательный развлекательный день Мы решили в культурном центре Который находится в Палермо Мы слышали, что там есть очень интересные интерактивы Поэтому решили, что обязательно должны в этом поучаствовать Ну, и, соответственно, вы тоже Субтитры сделал DimaTorzok Мы попали реально в какую-то научную комнату Где очень много людей Где много всяких интересных штук Которые можно потрогать, подвигать И знаете, что удивительно? Это все бесплатно Вообще не умещается в голове, что так может быть просто А я так всегда делаю Вот такие тут у нас развлечения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем-то, в этой лаборатории Можно посмотреть, можно посмотреть микроскоп на грибы На каких-то там животных, на дрожжи И в целом узнать, как вообще работать с микроскопом Мне кажется, для детей суперинтересно А еще здесь же и библиотеков, которые дети смотрят какие-то мультики Наверное, тоже научно-опознавательные Ну, а мы тем временем идем в большой зал Большой и какой-то очень яркий и красивый Посмотрим, что там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот этот аппарат, он сплошь на отрицательных магнитных полюсах И вот эта швабра посередине отталкивается от этих голов Ну, вот И тем самым получается вот такая вот история Пынтс Так, ребят, значит, вот это устройство Видимо, ультразвуком меряет рост человека Значит, надо вести данные Значит, надо вести данные сексом Так, я ещё soy el hombre Омбре И возраст, не знаю, зачем это надо возраст не помню сколько ну примерно ну давайте метр восемьдесят семь сантиметров либо он ошибается немножко либо я на сантиметр уменьшился ну вот так и подошла концу наша очередная неделя не так много всего было потому что на самом деле большую часть недели на улице шли дичайшие дожди поливала как из ведра на протяжении нескольких дней и в завершении выпуска поставьте пожалуйста лайк нажмите кнопочку подписаться и желательно ставьте комментарии это очень сильно продвигает видео а в конце я вам покажу как выглядели шикарнейшие грозы в бое на сайресе до встречи а и и Редактор субтитров А.Семкин